Доброе утро, дорогие наши друзья! Мы продолжаем буддийский путь. С вами Тензин Байлак. 3 июля в Дхарма-центре Махаяна делегация монахов и сарамей провели молебен Белой Тары. Чентул Куримпочи рассказал историю об одном человеке, который обращался к богине Белой Таре, чтобы продлить свою жизнь. И так он прожил 90 лет. Но как же прожить счастливую и долгую жизнь? И драгоценная человеческая жизнь основана на соблюдении правил, принципов. Когда человек удерживается от падений, когда он заботится о следующих жизнях, чтобы в следующей жизни не попасть в низшие уделы и в низшие миры. И буддист думает о перерождениях. После смерти в течение 49 дней душа перерождается. Только хорошие поступки приводят человека к счастливым мирам, к перерождению в мире людей и в чистых землях. И поэтому, чтобы переродиться в лучших мирах, в лучших землях, практикующие начинают очень глубоко практиковать. И качество жизни зависит от самого человека. Благие намерения, чистая мотивация, любящее сердце, осознанные поступки, полезные результаты создают правильные направления. В духовной практике, когда человек медитирует, делает йогу, когда вербально он отчитывает мантры, садханы и тексты, все это основывается на нравственности, на нравственных законах, когда человек придерживается моральных принципов. И практикующий думает о непрерывной ежедневной практике, чтобы эта практика не прерывалась. И он старается ежедневно в прочитывании определенных текстов. И благоприятную жизнь человек создает самостоятельно, проявляя усердие, терпение. Джен Сокапа говорил, что смерть неизбежна. И каждое рожденное существо, оно когда-либо покинет этот мир. И время смерти неизвестно. И только в момент смерти помогает нам учение. И только учение дает нам спокойствие, умиротворенность во время смерти. И смерть приходит, и встретить ее очень сложно, особенно тем, кто не знает, как ее правильно встретить, и кто не готов именно к смерти. И индийский ученый Ачиша, когда он встречался с людьми, он всегда спрашивал, хороший ли ты человек. И где бы вы ни были, в какой бы семье, в стране, в городе, всегда нужно знать о том, что нельзя вредить другим людям. Нельзя делать плохие поступки. Его святейство, Далай-Лама XIV, он в течение всей своей жизни даровал учения Будды. И особенно он подчеркивал развитие бодхичиты и пустоты. Вершенные вредные дела, например, как воровство, ложь, измена, прелюбедеяние. Ахимса — это закон кармы. И когда человек доверяет друг другу, тогда в обществе появляется стабильность и гармония. Зачем же вредить другим людям, зная, что мы умрем когда-то? И каждый человек знает, как он прожил свою жизнь. Он может проанализировать свои благие поступки и негативные действия. И тогда, когда он поймет, что он совершил, он может взвесить все свои, как на весах, благое и неблагое. А если мы возьмем в совокупности все наши рождения, которые имеют безграничные, если мы возьмем все наши неблагие деяния, то количества их очень много. А сколько же мы совершаем хороших поступков, то это только горсть на нашей ладони. И сколько мало мы накапливаем благих заслуг. Поэтому, зная об этом, что негативная карма, она может переходить из жизни в жизнь, и как ком, если он накапливается однажды, лавина спустится на нас. И тогда как же мы можем преодолеть эту огромную негативную карму? Как мы можем рассеять эти негативные поступки? И поэтому практикующие, они начинают именно в этой жизни практиковать, они начинают очищать свою негативную карму. И поэтому их практика, она непрерывна и ежедневна. После смерти нас ждет только белый, либо белый путь, либо черный путь. И все зависит от наших поступков. И только после смерти мы можем понять, куда мы можем попасть, в какие миры и в какие уделы. И карма неизбежна. Каковы причины, таков результат. Если причины положительные, то и результат будет хорошим. А если негативные причины, то и результат будет негативным. Нужно стараться уменьшить неблагие деяния, неблагие поступки, намерения, насколько это возможно, и удерживаться от неблагих поступков. От всего сердца, раскаившись в злодеяниях, как Миларепа, он шел усердно в практиках очищения. И однажды он достиг просветления именно в этой жизни. Поэтому мы можем достигнуть просветления за одну жизнь, если мы от всего сердца будем раскаиваться, очищаться и накапливать благие заслуги. И как Будда, который однажды покинул свой дворец, и он решительно стал на духовный путь, и он решил во что бы то ни стало узнать истину. Не откладывая духовные практики, не откладывая хорошие дела, нужно накапливать именно сейчас, в данный момент, в данное время, только хорошее. Это приведет нас к постепенному, поэтапному пути. И как можно больше помогать в реализации, в достижении их желаний. И вот это намерение, вот эта мотивация. Молодые люди, когда они прислушиваются к своим родителям, когда они слушают наставления взрослых, пожилых людей, то это признак благового поступка. Понимать их советы, нужно понимать суть того, что они говорят. Если родители говорят «не пить алкоголь», в этом есть определенный смысл, потому что алкоголь — это приносит несчастье, проблемы, это причина всех страданий, потому что из-за алкоголя происходят несчастные случаи, потери и смерти. Когда взрослые говорят «не пейте алкоголь», то нужно приостановиться, потому что наши родители — это тоже хранители нашего рода, это хранители и последователи. Если родители пожилые, то нужно ухаживать и заботиться о них. Позвольте озвучить основные те мероприятия, которые будут проходить в юле и также на этой неделе. Например, в Лухемском районе на месте соединения дорог при въезде Шаганар продолжается строительство буддийского храма, и потом у всех желающих приглашают в принятие помощи, чтобы помогли строителям в приготовлении еды, а также чтобы они приобрели строительные материалы. И вы можете обратиться по всем вопросам Таалами у Лухемского района Ешетагба, связаться с ним в Хуресе-Черлинг. Далее на священном месте Бурган-Иззы тоже строится пагода для статуи Зеленой Тары, и ее уже заказали. Осталось только приобрести, транспортировать это сооружение и привезти. И поэтому все желающие, которые хотят принять участие в этом благом деле, марафон продлится до 20 июля. Вы можете связаться по телефону 8-999-179-83-92 и отправить по этому номеру материальные средства. И этот номер привязан к такому имени, как Галина Легчаевна. Вы можете узнать, позвонить. Далее 6 июля, в день рождения его святей Святой Ламы в Бурятии, в городе Улан-Удэб, проводился буддийский международный фестиваль «Музыка Бодхи», посвященный именно дню 88-летия его святей Святой Ламы. И из Тувы уехали фольклорный ансамбль Това, Ишкино-Глу, Тары. И они представят нашу республику в этом фестивале. На этом фестивале будут участвовать артисты не только из Тувы, а также из Калмыкии, Бурятии, Монголии, из Индии и из других буддийских регионов. Поэтому это самый лучший подарок для его святейства Далай-Лама, потому что он говорил, что если вы хотите порадовать меня в мой день рождения, то совершайте как больше благих поступков, радуйте других людей, пусть у них будет счастье, пожелайте им счастья. Это самый лучший подарок для меня, так говорит его святейства Далай-Лама. 6 июля также в городе Москве будет день рождения его святейства Далай-Ламы с показом фильма «Протокол Тугдама». И этот фильм показывает диалог буддийских монахов, ученых с российскими учеными. И этот проект начался в 2017 году. Академик Константин Владимирович Анухин, он принял участие в конференциях «Природа сознания» в 2017 году, а также «Природа понимания мира» в 2018 году и «Сознание животных» в 2023 году. И после принятия всех этих конференций, я хотел создать проект по исследованию мозга, русской биологии, сравнительной этологии, когнитивной нейробиологии, нейробиологии человека, философии сознания и буддийской науки. И все эти ученые обсуждают о процессах нашего сознания. Далее российский ученый, как Академик Святослав Всеволодович Медведев, профессор Александр Яковлевич Каплан, совместно с буддийскими монахами они начали проект исследований медитации и изменения состояния мозга в их буддийских монастырях Индии и Непала. На основе этого исследования создался именно этот фильм «Протокол Тугдама», который рассказывает о ежедневной жизни проекта. Также в этот день, праздничный день, представят новые книги, «Тибетские закаты в поисках тонкого сознания» Елены Кокуриной, а также книга «Природа сознания», «Беседа Талай-Ламы» с российскими учеными. Вы можете увидеть обложки этих книг, и если вы желаете, вы можете приобрести эти книги. На рождение его сечества Талай-Ламы в буддийских храмах проведут молебны, и в Денше-Дублинг будет проведен молебен, цедуб «Белые тары» в честь долголетия его сечества Талай-Ламы. И в 6 часов вечера, 6 июля, управление Камбаламы Республики Това и те, которые еще принесут тексты с собой, они совместно могут прочитать этот текст. Торжественного случая, все уже могут взять освященную еду и отнести себе домой. И поэтому на этой неделе, еще раз, 6 июля, отметили день рождения его сечества Талай-Ламы. Полнилось 88 лет. Пусть все его желания исполняются, пусть жизнь его сечества Талай-Ламы будет долгой, счастливой. И мы пожелаем счастья и благополучия нашему духовному лидеру, его сечеству Талай-Ламы, 14-му. С днем рождения. До свидания.